А накануне Дня предпринимателя в Москве обсуждали перспективы экономики и создания новой модели инвестиционного климата в регионах. В диалоге приняли участие члены правительства, представители Евразийской экономической комиссии и руководители субъектов федерации. В качестве эксперта на расширенном заседании выступил и глава Чувашии. О стратегии роста и идеальной бизнес-среде в сюжете Дмитрий Ковалева. В странах Евразийского экономического союза разрабатывают совершенную модель торгового партнерства. Председатель коллегии Тигран Саркисян говорит, что назрела необходимость создания общих рынков без границ. У нас есть план, как мы эти общие рынки будем создавать. И очевидно, что мы должны учитывать интересы крупных монополистов, разные аспекты, которые влияют на формирование этого общего рынка. Масштабной экономической повестке прописаны и планы по снятию барьеров для бизнеса, которые мешают выходу за рубеж. Мы выявили порядка 185 различных препятствий для бизнеса. И мы создали белую книгу. И идет такая острая дискуссия между странами. В чем причина, почему национальные правительства создают эти препятствия и как мы будем их устранять. По 60 позициям из 185 мы пришли к согласию. Очевидно, что благоприятные условия для бизнеса необходимо создавать и на местах. Глава Чувашии отметил, что в республике инновационным проектам дают зеленый свет. Наш кредитный рейтинг стабильный. Обращаю ваше внимание, как раз Тигран Суренович, предприниматели, баши, которые рядом с вами, захотят реализовать проект, я буду главным помощником. Лучшие практики сформулировать. Я считаю, что будет очень полезно и для интеграционных процессов, и для единства, связывающего наши страны. Для бизнеса необходимо создавать устойчивую среду. Сейчас над этим активно работает правительство страны. Программу развития экономики представили президенту. Стратегия будет доработана. Максим Орешкин отмечает, что в окончательном варианте документа учтут предпринимательские инициативы. Что важно для бизнеса, это, конечно, очень важный вопрос, это стабильность налогового законодательства. Очень важно ввести другой компонент, который тоже нами предлагается, новые бюджетные правила, потому что всегда разговор об изменении налогов, повышении тех или иных налогов, он заходит тогда, когда бюджет сталкивается с проблемами. Для бизнеса, отмечают эксперты, необходимо выстроить понятные и постоянные правила игры. На первый план выходит и поддержка проектов. В корпорации развития малого и среднего предпринимательства разработали эффективные механизмы. Вот если регион набирает проектов на сумму не менее 5 миллиардов рублей, и таких проектов не менее 7, мы выезжаем в такие регионы и проводим там стратегическую сессию. Мы проводили в республике это. Мы набрали оттуда проектов, и эти проекты все профинансированы. Эксперты отмечают, что деловой климат в регионах страны улучшается. В Чувашии бизнес развивается успешно, и это отмечают предприниматели. Мы постоянно на связи с коллегами, они рассказывают о тех мерах поддержки региональных инноваций, которые реализуются в регионе. Очень много уделяется подготовке молодых кадров, молодых специалистов и работа с детьми в этой части. То есть вы вкладываетесь в человеческий капитал, в раннее развитие. Там, где руководство, администрация поддерживает бизнес, там и развивается хорошо инвестиция. Я думаю, что у губернатора есть реальное желание сегодня работать на то, чтобы экономика развивалась, и он понимает, что бизнес его союзник. В начале июня станет понятно, какие регионы наладили эффективные модели взаимодействия с бизнесом. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге озвучат рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Из Москвы.